А проспонсировал это видео канал Против Газ Студио, на котором выходят интересные любительские сериалы. Особенно всем рекомендую заценить Вторжение Зет. Ссылка на канал будет в описании. Давайте поддержим молодого ютубера подпиской. Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбур и мы продолжаем играть за Эмбронию. В этой серии нам нужно совершить кое-что очень важное, а именно сделать высадку в Японию. 10 наших танковых дивизий уже готовы это сделать. Но я здесь кое-что еще заметил. Посмотрите, что сделал наша марионетка. Королевство Паталотти, та самая Италия. Она сделала высадку в Индию и захватила огромные участки. И имеет, кстати, она сейчас 118 дивизий. У Японии, ну где-то 160 может быть. И я такой смотрю, да сколько же здесь дивизий Японии, вы посмотрите. Там сейчас на континенте вряд ли их большое количество. Поэтому не думаю, что мы там сопротивление особое почувствуем. Давайте посмотрим по планам. Что Италия делает? Ого, еще высадки хочет сделать. Сделал высадку сюда, потом отсюда еще сюда. В Бирму еще хочет высадку сделать. Ох, Юго-Восточную Азию. На эти острова. Ох ты, из кокосовых островов еще хочет сделать высадку сюда. Ничего себе, ну и планы, конечно. Флот-то, надеюсь, ты свой тоже сюда перекинула. Кстати, насчет флота у Японии. Все, можешь не перекидывать. Тут еще мы били по портам. А, только штурмовиков теряли. Ничего такого. Фигня. Ох ты, ёперный ты конь. Два эсминца все-таки сняли. Она знаете как, скорее всего, сделала? Мы начали бомбить порты. В этих портах стояли крупные корабли. И, типа, чтобы их как-то спасти, не знаю, она их вытащила. Ну, типа, если они стоят в портах, они же не используют МПВО. А если выгнать их, то, типа, то же самое мы по ним будем бить. Но при этом они еще будут давать задачи. Шесть самолетов сняли. То есть, в любом случае, это, конечно, лучше. То же самое у нас было в одном прохождении. Мы там просто выгнали флот, потому что, ну, бомбили порты. Ну, и все равно, правда, мы его потеряли. Но ситуация, конечно, похожа. Только теперь она у противников. Минус два авианосца. Поэтому, я думаю, то, что все. С флотом Японии покончено. Можно атаковать. Атакую сейчас я рядышком. Хотел бить прямо по порту, но все-таки глянул то, что не хватает. Уже хватает. Долгое время чуть не получалось превосходство набрать. А сейчас получилось. Ну, ладно, убьем уже сюда. Да и долбить порт атомной бомбой мне не особо хочется. Даже никого и нету, да? Ты черт! Ну, а, они без организации шли. Все, хорошо. Они сейчас топали очень быстро, так понимаю, на рельсах вот этих вот. А там же нет организации. Так, ну что ж. Давайте-ка сейчас я порт заберу. Сюда вот пойдем. И сюда выходим. Там нужно прорисовать план. Будем сейчас кюсю захватывать. Выходим сюда. Так, вот эти дивизии вы должны сейчас поплануете сюда. Но здесь мы сделаем еще один план. Тут мало, конечно. Давайте еще одну кинем. Чтобы мало не было. Как здесь, кстати, по снабжению? Можем подтянуть. Не тридцатку, но мне пофиг. Давайте кинем тридцатку. Возвращаемся. Двойку пока сюда. И ту единичку можно пока сюда. Все, танки. Я их просто выводил. Они снабжение хавали. И мы бы тогда ударили бы не с полной организацией. Поэтому сейчас они пока к порту подойдут. Опа, мы еще один порт взяли. Поэтому снабжение должно уже, да, наладиться. Я думаю, одними танками возьму эту Японию. Мы сейчас тем более дивизии в котле позакрываем. Те самые малочисленные дивизии, которые у нее вообще здесь на континенте имеются. Давай вот так поступим. Иди сюда. Ты иди сюда. Что там по дивизиям? Найс. Разведка. Теперь непонятно. Здесь показывают, что примерно 250. Хотя мы видели 160. Или она сделала новую дивизию, или у меня разведка сдохла. Опа. Не успевают убежать. Нужно десятку. Может быть, как там сейчас вот сюда вот послать по-быстрому, чтобы закрыть вот это дело в котле. Если нас, конечно, пропустят. Стой. Не уходи. Да, отлично. Не знаю про сколько здесь дивизий, но плевать. Сейчас будем закрывать теперь их здесь в котле. Десантный корабль готов. Я, правда, не знаю, нафиг уже нам нужен. А, бронетранспорт, кстати, да изучать надо. Надо было еще раньше это сделать. А вот про вот это я забыл. Надо идти сюда сейчас. На Сикоку. О, 11 дивизий стоят. Ну что, давайте забираем эти острова. 11 танков. Все, домой. Здесь надо прорисовать такую штучку. Кинуть часть туда. А здесь мы сейчас еще эту дивизию уберем. Ну и, в принципе, можно по плану уже атаковать. Давайте. Блин, а пробить мы здесь не можем. Надо, наверное, вот так вот идти. По земле. О, по земле должно получиться. Естественно. А то танковое водное пространство пересекать на такое себе наслаждение. Для такого лучше, конечно, амфибии использовать. Турция хочет нам дивизию отправить. Делаю одно спасибо, конечно, но я откажусь от такого щедрого предложения. Сколько там у этой Турции, кстати, дивизий? 26 А. Так, Италия здесь более покрасивее и границу сделала. А что это такое? Катградская Индия. О, Индия появляется у нас. Столица теперь Калькутта. Интересно, потеряет она ее быстро или нет? Хопа, минус еще 10 дивизий. Убираем их. О, Италия. Прислала дивизии, спасибо. Хопа, минус Японии. Так, только смотрите. Мы собрали 1900 ворскоры, а Республика Брайн Клаб 1100. О как. Считай, ничего не сделал. Ну как? Понастрадалась, конечно, понастрадалась. Ну так благодаря нам победа это была. И у нас так мало очков. Ну а что здесь можно забрать? Ну, в Японии точно пока лезть не будет. Давайте разберемся на континенте. Заберу вот это дело. Можно Курилы забрать также. О, я Хоккайдо заберу. Вот, Хоккайдо. А я помню, пока трогать не буду. Посмотрим. Если отдадут, то заберу. Давайте сюда. Теперь Корею. Вот это. Внутреннюю Монголию. Синьцзянь. Можно Кашмир забрать. Тупо по приколу. И давайте-ка я сейчас по берегу пройдусь. Продомаринетку уже сделали из Китая. Я и не удивлен. Ах, черт. Прям под носом выскакивает. Давайте от Тайвань заберем. Будем там делать смартфоны, когда изобретем. Можно еще вот эти вот острова. О, вот это Сингапур. Не хватает. Ага, оно стоит сколько? 1800. Стоит ради него? Так стоит. Я хочу Сингапур. Столько ресурсов, вы посмотрите. Ну, в принципе, можно и острова, наверное, забрать. Хотя нам и Индию отдают. Я, наверное, сейчас Барнео заберу. Забрал. Ладно, тогда не будем. В принципе, можно вот эти детали забрать. Потому что, видите, здесь очень узко. Если это перекроет, придется в обход бежать. Мало ли что, вдруг еще какая-то война будет. Поэтому я тогда внутреннюю часть сейчас заберу. Почему бы и нет? А Япония уже маринетку здесь делают. Хотя я бы забрал бы вот эти вот части. Вот так вот, допустим. Хотя не можно без этого. Так красивее будет. И типа... Ладно, заберу я, наверное, сейчас вот эти два острова и пойду в Индию. Потому что владеть этими островами, это очень хорошее дело. Можно просто купаться в ресурсах. А если бы здесь была еще развита хорошо и торговля, то и в деньгах. Давайте тогда Индию здесь поковыри. Ох ты это, что такое? Меня вот именно Пенджаб интересует. Мне его отдадут вообще? Ну, хотя бы, может быть, вот так вот поступить. И там дальше выйдем, интересно. Интересно. Ладно, я уже не буду так трогать. В принципе, можно забрать Пенджаб, Кашмир вот так вот и оставить. Да, я думаю, трогать не стоит. Че у нас там осталось? А, Дания. А при чем здесь Дания еще? Катградская Индия. А че там по Дании еще? А, понял. Гренландия еще осталась. В принципе, можно забрать, наверное, южные участки Индии. Вот так вот, как колонии пусть будут. Вот Катградская Индия, сателлит можно выделить. А, можно Бирму выделить. В принципе, я так и поступлю. А че с Японией? Не хотят Японию забирать полностью. Сделали маринетки и огрызок вот такой вот. Ну ладно. Я уже там начну кусать ее. Почему бы тогда и нет? А, нет. Вот еще здесь сделали. Ну ладно. Я, в принципе, вот эту часть заберу и нажму готово. Ну давайте-ка оценим мир после войны. Так, это правда, я сейчас позаберу и конвой. Посмотрим. Фигня всяка. Либерия присоединяется к альянсу союзники под конец войны. Либерия. Красавчик просто. На следующий день после окончания мировой войны Либерия захотела помочь. Всем сердцем. Что это такое? Республика Брэнклаб? США забрали здесь территории Синдебелуджистана? Прям в Пакистан потянуло, а как? Ну здесь мы, в принципе, красиво вылезли. Брэнклабская Индия. А, это у нас замаринетел США. Бангладеш у нас появился, тоже марионетка США. Мьянман наша марионетка. Это наши колонии на юге. Вот это тоже, я так понимаю, всё. США марионетка. Угу, такой мир у нас сейчас. Япония тоже марионетка США. Независимо гуансийская республика. Республика Китай. Франция здесь снова вылезла. Республика Таиланд. Вот ещё как бы наша колония. Но что самое важное? У нас теперь есть Сингапур. Мы сейчас контролируем просто огромнейший оборот ресурсов. Просто даже уже не надо ничего закупать. Оборот действительно огромный. Правда, если бы мы забрали ещё Барнео, потому что здесь ещё 56 резины, 98, то союзники бы вообще остались, считайте, без... Нормального количества резины. На юге мы тоже забрали резину, вольфрам, что очень важно. Поэтому сейчас у нас должны всё это дело закупать. Вольфрам не нужен. Спасибо, Аргентина. Больше не надо. Чё по торговле? Ох, как хорошо. Ну тут по чуть-чуть, конечно. Резина у нас не особо, конечно, покупают больше Брэйн Клаб. Но по Альянсам можно посмотреть. Здесь вот в Азии опять. Эти колонии, можно сказать, вернулись мы к тому моменту, когда всё это здесь так вот раздроблено. Но оно более-менее красиво, конечно, смотрится. Тут у нас что вообще? Республика Ричлэнд, Республика Испания. Тут ещё Ричлэнд. Италия теперь отдала Катграду эти территории. На время войны она их у себя держала. И, кстати, это хорошо, потому что она смогла с них сделать выставку сюда. Да и как бы ещё экономика здесь, в Африке. Да, она потеряла, кстати, много. Но потому что вернулась к своим этим исходным границам. Но, тем не менее, у неё уже 100 кораблей есть. А у нас 134. То есть, маринетка, блин. И дивизий не особо меньше, чем у нас. А вот эту писюльку, конечно, и брони придётся как-то присоединить. А то это не очень красиво смотрится. Чёрное море. Вот это вообще красотень. Зато столица теперь точно в безопасности. Но вот почему я сейчас дальше не буду воевать с союзниками? Ну, во-первых, мы делали то же самое в Казакии. Хотя здесь, конечно, ситуация в мире обстоит несколько иначе. Но, по сути, она идентичная. Я просто не хочу повторять то, что уже было. И я хочу сосуществовать с демократиями. Оно, конечно, будет выглядеть, как будто это холодная война, согласитесь? Реально, холодная война, самое настоящее. Эй, Коминтерн, ты чужих. Но нет, на самом деле, это будет мирное сосуществование с демократиями. И Эмброния, по лору, в будущем, конечно же, подружится с ними. Ну, или захватит, там уже по ситуации. Если они захотят, конечно, дружить по-хорошему, тогда да. Если вообще по силам смотреть, то у нас дивизии 378. А вот у демократии их, конечно же, намного больше. Ого, Ричлэнд успел накопить. Господи, откуда у тебя столько и промышленность такая хорошая в такой-то стране. Хотя её там Рейх застраивал фабриками, тем не менее. Самое больное здесь то, что это будет вот флот. Поэтому войну придётся затягивать. И опять же поступать как с Японии. О, ты чё, слил корабли свои? А, да, там же были ещё битвы. Вот он посливал корабли, у него же было на сотни больше точно. Так вот, авиации придётся своей всё это дело массированно бомбить. И это затянется ещё на серии 3-4. Но это мы уже всё видели, поэтому это не так интересно будет. Но тем не менее, всё это дело можно затащить спокойно. Главное просто здесь вот выстроить оборону. Нет, Индию, конечно, можно захватить вот так вот. Потом выйти на этот фронт, чтобы просто его сузить и здесь встать. Хотя не, можно его захватить досюда и здесь встать. Просто если воевать, то нужно максимально сэкономить дивизии, чтобы больше дивизий перебросить в Америку. А здесь их придётся много размещать. Поэтому нужно будет сразу атаковать и сужать фронт максимально, насколько это возможно. И сюда вот пройти надо будет. Закрыть самые такие промышленные участки, которые ресурсы имеют. И всё. Здесь можно, конечно, продавить, чтобы фронт был не такой закругленный, а прямой. Тогда он будет уже. Японию можно задавить. Но опять же, потом дивизии не вытащим отсюда. Потому что, скорее всего, здесь будут плавать корабли союзников. И придётся их бомбить. А далее просто взять и как-то через Гренландию одновременно захватить и Северную Америку, и Великобританию отсюда. Здесь продавить никакой сложности не будет особо. Главное просто здесь наделать танков. Но проблемка у нас в том, что людские ресурсы заканчиваются. Нужно будет брать все взрослые, проходят военную службу. Мы, кстати, неплохо сейчас накопили, когда захватили эти вот участки. Потому что здесь миллионы населения просто. Особенно вот в Дели и в Пенджабе. Да и в Китае здесь тоже дофигища. Поэтому из 2% всего того, что мы захватили, мы получили 500 тысяч. Это хорошо, потому что мы сейчас менять не можем закон о призыве. Нам нужно начать войну. То есть готовиться делать новых дивизий уже не получится. Чтобы их сделать или как-то более накинуть что-то в наши дивизии уже действующее, нужно начинать войну и повышать закон о призыве. И потом опять будут постепенно подходить рекруты. А так хорошо, кстати. Не обратил даже внимание сразу. Даже, блин, просто не думал об этом, потому что дадутся еще людские ресурсы. В принципе, полмиллиона должно хватить, чтобы сделать еще танковых дивизий. А у нас посмотреть по снарядам сколько. Далее можно просто нашу пехотку, вот эту вот заменить на броне танковой дивизии, убрать эту артиллерию, потому что, ну, нафига она здесь нужна? Сделать эти вот дивизии чисто для обороны и такого прорыва. Ну, или накинуть моторизированную артиллерию с аутом, допустим. Вот, то есть уже как бы 50-й год, зачем воевать мясом? Зачем воевать пехота, если в этом году уже пора брать техникой? Ну, в принципе, мы на этом закончим. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моды на русском языке из нашей группы ВКонтакте, пишите там свои вопросы на стене или делитесь интересными моментами. Если вы хотите получить крутые бонусы, например, возможность разговаривать со мной на стримах или попадать на наши партии на стримы, на видео, без очереди, то можете внизу по кнопке спонсировать, оформить VIP-подписку. Также еще сидите на наших серверах в Дискорде. Там мы общаемся и играем в различные мультиплеерные партии. Ну что ж, с вами был Эмбра, спасибо большое за просмотр, до встречи.